Место, где мы находимся, самое экологически чистое. Ну, по крайней мере, вблизи города Магнитогорска. Так, чтобы это была не степь, так, чтобы это было предгорье, и так, чтобы здесь была история. 275-летняя история возникновения города Верхнеуральска. Города, который жил без металлургии, да потому что здесь всегда паслись тучнейшие стада, здесь леса исключительные были, их потом вырубили, конечно. Но город-то остался. И в 1905 году, вот прямо за моей спиной, на месте, где растут вот эти замечательные хвойные породы ценнейшей древесины, была заложена скважинка, из которой здесь уже делалась великолепная, а вот про это нельзя говорить. Ну, вы все помните, потому что слава Верхнеуральска в городе Магнитогорске была именно от того, чего нельзя рекламировать. Ну, Магнитогорск должен же пить еще и не только то, что нельзя рекламировать, а исключительную водичку. Так вот сейчас здесь она и делается. Вот по этой дороге я проезжал несколько сот раз. Дорога эта через Верхнеуральск в Белорецк. Последние 5 километров дороги, потому что после горы извоз асфальт и кончался, и начиналось 70 километров щебеночного ужаса. Но перед тем, как влупиться в полтора часа мозгодробильного удовольствия, мы, естественно, останавливались в этом благодатном городе. Пробегали по магазинам, в коих товаров было больше, чем в Магнитогорске, покупали колбаску и то, что славилось, и то, чего без очередей-то было и не достать. Хотя работники Миндягского рудника знали, где это достать, и были уважаемы на Верхнеуральском заводе. А дорога в это место настоящего удовольствия как раз отвезлялась отсюда, в сторону горы Извоз. Это чудесное пойменное место вдоль реки Урал, которое берет свое начало всего лишь в сотни километров отсюда по прямой. И есть-то места, где питьевую воду можно было черпать прямо из нашей легендарной реки. Но здесь люди черпали жизнь, которая немыслимо без воды и сотни лет назад. Родники Урала. Сейчас так называется это производство честной воды. Почему воды честной? Да потому, что в городах больших любая вода, по сути-то, загрязнена. Можно, конечно, поставить много фильтров, но в основе-то 90% воды, воды бутылированной, это фальшивка. Мало того, если раньше миллионы делались на левой водке, то за бодяжение воды-то никого к ответственности не привлекут. А бутылка 19-литровая тоже стоит под сотню, как водочка. И вот так из левой водички делаются магазины и покупаются дорогие иномарки. За наш счет. Точнее, за счет нашего здоровья. А то, что вы видите своими глазами, это правильно. И это по-честному. Кстати, забавная ситуация в том, что все началось с хобби. А если для хобби есть и вода, то почему бы ей чистейше и честнейше не поделиться? Вам, конечно, решать, чью воду вы будете употреблять в дальнейшем, но теперь вы знаете воду честную. Воду верхнеуральскую. Вода. Источник жизни, источник нашего здоровья. Я часто путешествую по всей стране и по планете Земля, в том числе. Ну, в Турции отличная вода. Горная, красивая, да? В Магнитогорских городах вода не очень вкусная. Скажем только, в Магнитогорских, пожалуй, самая вкусная вода. Ну, и то только, если живете в северных районах города. Но в большом количестве, в каждом практически населенном пункте у нас находится фирма, которая разливает воду. Честно говоря, мне кажется, самый простой способ – это просто из-под крана налить, ну, типа, отфильтровать и легко продать. Какова ситуация? Ну, я думаю, что, может быть, процентов 90-95 воды так и разливается через какие-то фильтра сомнительные, там, берется, закупоривается, ну, и продается. Ну, у нас система немного другая. У нас вода берется со скважины глубиной больше 120 метров. В России здесь и меньше, по-моему, хватает. Урал же вот здесь, красавец наш, течет. Незагаженный. Ну, да, у нас вот в поле как раз скважина находится. Вода, тем более, проходит очистку, умягчение. Проходит через систему осмос, то есть, ну, вычищается полностью, добавляются минералы туда различные, необходимые для организма человека, которые кальций, магний, ну, и все остальное. То есть, пить-то, в принципе, можно и дистиллированную воду, да? В которой ничего не находится, только какая-то не польза, да? Нам же все-таки необходима и поддержка костей, и мозга, и сердечно-состое системы. У вас такая вода? Ну, вообще, да. Обидно и досадно, но того, чему радуется глаз, еще мало. Мы зациклились на продажах, а не на производстве. Хотя делать-то можно многое. Но хоть и потихоньку, а производство оживает. Взять, к примеру, это производство воды. Буквально у подножия вековых лиственниц находится та самая скважина, которая кормит предприятие под названием родники Урала. Именно здесь производится вот эта высококачественная, умягченная и богатая минералами, необходимыми для здоровья человека, вода. Теперь вам надо ее найти. Эти самые 19-литровые канистры. Использовать их не только в качестве питья чая, допустим, или, ну, там, просто употребляя ее через диспензер. Отличные супы тоже лучше делать на чистой воде, которой в Магнитогорске нету. По одной простой причине. В Магнитогорске самая чистая вода только у жителей северной части Ленинского района. Ну, к примеру, у меня в крайне она идет, а у вас уже, извините, добавленная к другим водам, для того, чтобы довести ее до гостовского состояния. Вот так вот. Кое-что узнали новенького. Ну, естественно, родники Урала производят не только воду, но и самое вкусное, самое полезное. А-а-а, вот за этим давайте пройдемся опять в дебри интернета. Точнее, не в дебри интернета, а в любой поисковик. Забиваете и, ну, спросите, чем раньше Верхнеуральск славился. И вместе с фамилией Челейкин забейте то, чем раньше славился Верхнеуральск. И увидите тот напиток, после которого мне пришлось снять всю одежду и довольно почесывать себя по пузику. Был такое время, когда Магнитогорск был всерьез озабочен развитием сопутствующих металлургий производства. Начало этому процессу было положено легендарным Рамазаном. Затем и директор другой, Анатолий Стариков, поняв, что с металом будет все не так гладко, как в бытность госзаказа, выделял средства и на колбасу, и на краны, и на пиво. Но ситуация другая затем настала. Пиво Магнитогорское вытеснил суррогат, да и пивной завод в других руках-то уже не тот. Это стало до обидного больно тем, кто помнит вкус настоящего пива. И ведь за кружкой другой, а больше-то и не надо, не налетаешься ни в Германию, ни в Чехию, да и до Самары, родины Жигулевского, далековато. А земля Южноуральская, имевшая когда-то три советских пивзавода, успешно просрала оные. Но благо хоть вода-то осталась. Вода на месте Верхнеуральского пивзавода «Легенды». От «Легенды», к сожалению, остались только стены, которые не разрушило время. В 1905 году, во времена Столыпинского подъема, люди верили в могущество Российской империи. Тогда никто не задумывался, что слабовольный царь сможет через 12 лет бездарно потерять могущество веков. И завод закладывался на века. Но, по сути, от него осталась только вода. И вот сюда люди целеустремленные, люди не бедные, то есть люди, не желающие извлечь прибыль, вложили деньги. Справедливости ради и желания возродить качество, утерянное за последние 20 лет. И знаете, получилось? Причем получилось сделать лучше, чем было. Да потому, что не экономят здесь ни на чем. Здесь прекрасно знают, как не надо делать пиво. Что же пьет народ? Что продается в большом количестве в ларьках, в магазинах? Что это такое? Ну, в основном это концентраты, в которые добавлены спирт, разбавлены водой, сварены, может даже и не сварены, я не знаю. Поэтому качество такого напитка желает лучшего. То есть мы говорим о том, что это просто бодяга получается? Да, конечно. На который привешивается ярлык хорошего качественного напитка, которого, по сути, не существует. Вы восстановили это производство. Скажем честно, в Верхневральске не так много производственных мощностей именно. Вот на вашем, на заднем плане находится старый завод 1905 года. Но технология шагнула вперед? Я думаю, что да. Во-первых, оборудование современное, а технология, я думаю, что осталась вся старая. Также варится, также выстаивается, также 21 день зреет. И теперь про то, как делается настоящее пиво. Берите тетрадку и записывайте. Главное – это вода. Вода, которая не имеет отношения к воде водопроводной. Вода из источника экологически чистого и только из недр земли. И не просто вода. Вода должна быть благоприятно подготовлена для процесса брожения, в котором участвуют солд, хмель и специальные дрожжи. С вот этим у нас действительно засада. Все это на Южный Урал приходится везти. В состав этого пива входит только высококачественная продукция, в большинстве своем привезенная из-за границы. Мы попросили, а нам и показали, из чего делается светлое пиво, а из чего темное. И затем весь производственный цикл. Как делается теперь уже легенда Южного Урала. В 12 часов при определенной температуре варится сусло. Потом с ним еще немного колдуют. И только затем все это помещается в чаны для дображивания. Кстати, эффективная составляющая тонны сусла – это приблизительно 200 кг в сухом эквиваленте. То есть ни о каком концентрате речь вестись-то и не может. Затем то, что было бы противно желающему заработать на пивке. Еще три недели сусло должно стоять, прежде чем превратиться в пиво. Ну представьте, три недели без бабла. Но мы подождем, потому что мы хотим пиво. Пиво настоящее. Кстати, для тех, кто не верит. Если нет времени на экскурсию, просто приедьте к заводу и ощутите специфический запах остатков, на которые с удовольствием клюет рыба. А рыба тоже предпочитает натуральное. И для тех, кому интересно. Теперь уже готовое пиво сливается не со дна танка. Есть два отверстия. Для пивы и для того, благодаря чему вода стала пивом. И поэтому без всякой там фильтрации, пастеризации, то есть дополнительного нагрева с целью продлить срок хранения и добавления глицерина, ну чтобы этот срок стал еще более длительным, мы получаем натуральное советское, а точнее российское пиво. И будем надеяться, что после просмотра этого сюжета вы станете разумнее в выборе напитков. Мы-то были мудрее и ранее, потому что помним вкус того, что через три дня после открытия пить было уже нельзя. И вот мы с вами посидели, попили это замечательное верхнеуральское пиво блондербир под названием немецкое живое. Оно настолько живое, что с него никогда не бывает похмелье, потому что здесь нет искусственных красителей, ингредиентов, спирта, по сути, здесь нет. Здесь есть технология натурального брожения. Где это все реализовано? Ну, это практически то, что можно назвать моей родиной. Здесь рядышком находится, ну, буквально в 40 километрах поселок Миндяк. И в то время, каждый раз, когда мы ездили из Магнитогорска в Верхнюю Уральск, точнее через Верхнюю Уральск в Миндяк, мы проезжали. И вот приезжала моя мама к вот этому замечательному заводу. Этому заводу более 100 лет было бы, если бы гады не развалили отличное производство. Но теперь на тех же родниках, рядышком стоит вот это красивейшее и современнейшее предприятие. Ему всего год. Но популярность этого замечательного напитка выше всяких похвал. И наше кафе Советский Союз постоянно с гордостью ее представляет. Теперь вы знаете, где делается это пиво.